Григорий Котовский для одних – герой гражданской войны и Бессарабский Робин Гуд, а для других – бандит и подавитель народных восстаний. После смерти тело Котовского было забальзамировано и помещено в Мавзолей, в центре современного Подольска. До наших дней сохранился лишь хлеб с гробом. На территории колишнего СРСР всего три были такие споруды Мавзолею. Это Мавзолей Пергового в Виннице, Мавзолей Ленину и наш Мавзолей Котовского. Внутри склепа сырость. Дверь висит на честном слове. Снаружи разваливается надмогильная плита. Трещины пошли по обелиску. В 2015-м местные власти выделили деньги на капитальный ремонт сооружения, но одновременно с этим вступил в силу закон о декоммунизации. Постало вопрос, что делать, или ремонтировать, или не ремонтировать. Григорий Котовский попадает по действию закона о декоммунизации как революционер. Однако в этом самом законе не сказано ни слова о таких объектах, как склеп-могила. В Подольске теперь не знают, то ли оставить мемориал как есть, то ли предать останки земле. Можливо, я высловлю свою субъективную думку, то действительно, что за всеми обычаями нашими, за всеми православными нашими канонами, тяло или остатки должны быть захоронены. За объяснениями местные чиновники обратились в Минкульт. Дело в том, что склеп Котовского входит в госреестер недвиженных памятников истории. И, соответственно, с ним ничего нельзя сделать. Переписку с Министерством культуры местная власть ведет уже два года. Но конкретного ответа так и нет. Министерство то обещает изучить вопрос на экспертной комиссии, то пускает чиновников собирать документы по второму кругу. Что будет с останками Григория Котовского, пока непонятно. Судя по всему, либо в Киеве нет времени уделить внимание этому вопросу, либо просто там не хотят брать на себя политическую ответственность за его решение.